готовим ужин здесь у меня 6 бедрышек из них я вырезала косточки косточки которые остались там немножко с мяском положили в морозилку вот так вот на бульончик пойдет потом здесь у меня вот такие вот они получились филеечки такая вот морская соль с перчиком купили в светофоре очень понравилось мельница хорошие дробит хорошо и соль и перчик и вот такой вот соевый соус тоже сбрызнула так сейчас мы его соединим в чашки майонез горчицу стульчик саш или пеночку с ними с и выдавим сюда лимончик лимончик но сколько но нами может быть 2 столовые ложечки или полторы так уберем косточки которые нам не нужно соединить ароматные южные специи доченька привезла с юга набором поэтому что там есть я не могу вам сказать здесь просто наборчик такой вот аромат от них шикарный вот больше никакие специи вложить не буду сыр вот столько у меня получилось остатки так ночью мы тоже наверно немножко подсолим картошку смотрите как красиво получается мельничка из светофора мельничка 51 по моему рубль еще пойду куплю морская соль крупная так и раскладываем так и сюда сейчас будем помидорки из мороженой раскладывать томатики полторы и и и и и и Ну все, и сейчас мы сверху уложим сыр натертый. Вот это блюдо мы сейчас будем запекать. Я прикрою пергаментом, но фольги не оказалось. А где-нибудь, уже почти готовые блюда, сниму пергамент, чтобы сырок немножко, ну, он и так расплавится, но чтобы коричневатым стал. Ну сейчас, наверное, будет запекаться. Сейчас будет первое время на максимальном, потом убавляю, минут через 20-15-20 убавляю и на среднем огне. По температурному режиму сказать не могу, духовка у меня не поддерживает уже температурный режим, я уже как бы на глаз смотрю. Но самое главное, что мясо будет лежать на подушке, на картофельной подушке, и оно не подгорит снизу. Посмотрите, как я вышла из положения. У меня оказался мешок для запекания. Вот я эту емкость туда и вставила. Идем запекать. Вот так вот получилось. Стоял у меня час. Сначала на усиленном, потом убавляла, и потом на нет убавила. Слофанку сняла потом, и вот немножечко, как сырочек, покоричневел. Ну вот сейчас будем обедать. Садимся обедать. Помидорка. Солененькая помидорка. О, вкусняшка. Давай, Диманечка. Пробуй. На тебе будем пробу снимать. Там вообще... Вот это же боблевая емко. Это моя. Это вот эта моя. Вот эта твоя. Вчера разморозили форель, которую покупали за 500, по-моему, 80 рублей килограмм на рынке. Вот я вырезала вот эту вот внутреннюю косточку, срезала здесь стишу. Вот. И сейчас мы ее будем солить. Здесь у меня 2 столовые ложки каменной соли и где-то 1,5 чайные ложки сахара. Сейчас мы ее просто вот... Сколько она возьмет соли, столько возьмет. Можно было бы 1 ложку, конечно, соли. Может быть, и хватило. Подумала, вдруг не хватит. Надо будет опять намешивать. Здесь у меня вот гвоздичка и кориандр. Видно вам, нет? Где мы так сейчас положим, вот гвоздичку. Рыбка даст рассол. Рассоль будет лежать. Будем переворачивать сюда-сюда. Некоторые говорят, что уже прям сегодня посолила. Завтра можно кушать. Возможно. Но мы так никогда не ели. И думаю, что пусть полежит подольше. Александр Иванович, напомню про лаврушку. Сейчас мы его так разломаем. Давай, Саша, я сама. Девочки, хочу вам еще разломать. Вам показать, какая рыбка получилась. Мы уже одну половинку съели. И сейчас я хочу вот эту половиночку нарезать вот так же сюда, чтобы просто брать на бутербродики. Вот песня. Вот, как я вам сказала, сколько я брала соли, сколько брала сахара. Сахар вообще не чувствуется. Я не знаю, он для чего нужен в засолке рыбы, но он, наверное, для чего-то нужен. Рыбку долго хранить нельзя. Поэтому мы не заметили тут с праздниками, как одну-то съели половинку. И чтобы руки не пачкать каждый раз, я сейчас вот так ее нарежу на ломтики, чтобы было удобнее брать. Ой, такая вкуснятинка, нежная прелесть. Вот такая вкуснятинка. Вот за две точки таки я отдавала за свежую форель полностью 590 рублей. Но я думаю, как сейчас продают кусочки соленой рыбы по 400-500 рублей, мне кажется, лучше отдать за большую рыбину форель и самим дома посолить и наслаждаться. Не одним маленьким кусочком, а целой рыбиной. Рекомендую.